Формально в XII веке зафиксирован первый документ о частном землевладении, это Купча Антона Римлянина. Но это, конечно, не означает, что любую родословную можно довести до XII века в документы. Для разных родословий это разные границы. Для крестьянской родословной уйти можно и до 1600-х годов без особых проблем, если повезет с сохранностью моревистских сказок. По этим сказкам составлялась статистика, по которой в свою очередь ввелся расчет налогов. В таком качестве эти документы хранились в архивах веками. Основной спрос на них, конечно, в последние 20 лет именно в генеалогическом ключе. Здорово, что государство так дотошно приезжает свои документы. Не как источник родословия крестьян, конечно. О таком и подумать невозможно было даже сто лет назад. Но все-таки основной вопрос – это зачем вы хотите довести свой поиск до самых глубин веков? Какая разница, как далеко уходит род или рода вашего древа? Сейчас нет никакой материальной необходимости доказывать древность своего происхождения. Это, кстати, не риторический вопрос. У меня, правда, интересно ваше мнение на этот счет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!